всем привет зрителям и подписчикам моего канала сегодня у нас на обзоре вот такая вот дрель шуруповерт patriot br180 с индексом l.i. l.i. значит это литий-ионный аккумулятор стоит здесь эта модель уже 18 года сделан данный шуруповерт в китае поставляется данная модель шуруповерта вот в таком пластиковом кейсе сам кейс выполнен в принципе из такого достаточно прочного пластика имеется вот такие вот металлические защелки что на мой взгляд неплохо отвалиться они со временем в принципе не должны вот этим талантских защелки а вот низ кейса выполнен вот таким вот образом и насколько его хватит остается только догадываться комплектация данного шуруповерта такая вот сам шуруповерт с аккумулятором запасной аккумулятор зарядное устройство и набор из пяти сверел и из пяти бит и вот такой есть еще небольшой удлинитель все ну еще была инструкция инструкции мы уже давно выкинули в помойку в принципе все на этом комплектации заканчивается и так на этой модели у нас стоит 18 вольтовый литий-ионный аккумулятор емкостью в полтора ампера часа данная модель шуруповерта еще может оснащаться никелекадмиевым аккумулятором с практически таким же характеристиками но никелекадмиевый аккумулятор размером чуть побольше напомню у нас эта комплектация с литий-ионным аккумулятором что очень хорошо так как он еще раз немного меньшего размера чем никелекадмиевый и практически он не разряжается при долгом хранении он может но всю зиму может пролежать в гараже и потом вы его возьмете в любой момент и практически он будет не разряжен у вас практически будет так такой же заряженный как и вы его положили сам аккумулятор у нас он нижняя часть у него вся прорезиненная очень удобно на аккумуляторе имеется индикатор его зарядки то есть чтобы мы чтобы нам его проверить нам надо нажать кнопку и вот мы видим загорелись не знаю видно и вот и вот загорелись три индикатора то есть аккумулятор полностью заряжен снимается аккумулятор достаточно просто зажимая не защелку и тянем сюда на себя очень легко снимается по сравнению также с некоторыми другими моделями например которую меня был обзор на модель bosch тому сложновато снимается надо привыкнуть здесь же нажали и очень очень легко без усилия на все снимается зарядное устройство у нас вот вот такого типа в принципе тоже достаточно легко очень пристегивается к нему батарея очень легко тоже без всяких усилий также снимается она достаточно легко шнур у этого зарядного устройства примерно полтора метра также его можно повесить на стену имеется такие вот крепления ну и переходим к самому шуруповерту неплохое в принципе качество пластика с прорезиненными вставками под рукой полностью сзади полностью прорезинена и немного спереди неплохо сидит руке при длительной работе руку не натирает и в принципе рука не устает по крайней мере у меня еще раз говорю также прорезиненная нижняя часть аккумулятора что дает устойчивость на скользких поверхностях с наклоном вот мы видим раз он даже вот я толкаю он сверху имеется переключатель скоростей которых 2 на первой скорости он выдает до 400 оборотов в минуту на второй скорости он выдает до 1400 оборотов в минуту вот переключение скоростей иногда происходит с небольшими с небольшим казусом иногда первая скорость вторая скорость первая но в принципе немного туговато с с первой вот с первой на вторую скорость немного немного туговато перещелкивается иногда бывает очень редко иногда бывает подклинивает с переключением на вторую именно скорость тоже небольшой в принципе но я считаю это минус идем дальше патрон сверло которое мы можем зажать патрон у нас под сверло диаметр 10 миллиметров конечно мы можем и зажать сверло и побольше если использовать вот такое вот сверло сверло на 12 это например и здесь под десятку принц сам патрон зажимает очень хорошо четко зажимает как большие сверла так и маленькие сверла шуруповерт зажимает отлично патрон держит хорошо не раскручивается количество регулировок здесь 21 плюс мы переключаем на дрель все хорошо перещелкивается да и сами цифры крутящего момента сделаны из пластика они просто покрашены краской которые при интенсивном использовании может стереться про патрон хочется сказать единственное что сам вал видимо это брак аппарата самого не знаю по отзыву не встречал чтобы так было и вот если мы сейчас присмотримся давайте вал немножко гуляет немножко но есть в принципе я не знаю болезнь это всех или большинства патриотов вот но вот на этой модели вот такой косяк я бы даже не сказал что это мелочь мне кажется со временем он быстрее разобьет подшипник или что-то случится с ним вот такой вот косяк у данного аппарата патриот а далее у нас идет кнопка реверса который переключается в принципе достаточно очень легко центральное положение мы блокируем вал все мы кнопку уже не включим кнопка пуск работает в принципе хорошо чем сильнее нажимаем тем быстрее тем больше скорость у нас и хочется рассказать про фонарик фонарик на данной модели шуруповерта расположен вот здесь вот что мне конечно кажется не очень удачным решением так как весь пучок света не совсем точно попадает нужное место так ну и вот мы создали темноту вот смотрите пробуем видите у нас саморез получается наверху а сам пучок бьет вниз мне нравится как это реализовано в шуруповерте bosch когда вот на этом месте есть фонарик и он бьет тебе вот четко в нужное место и вот посмотрите как пучок света светит на шуруповерте bosch все четко освещает он здесь же пучок бьет чуть ниже чем нам надо что здесь мне понравилось что здесь есть вот такое вот крепление для запасной биты бывает что конечно в виде магнита но здесь он сделано вот таким вот образом и теперь запасная бита в принципе всегда у нас будет под рукой в принципе это тоже очень удобно с другой стороны у нас расположен был расположен крючок для крепления на пояс я уснял так как он в принципе ни к чему не мешается так еще одна удобная фишка данного шуруповерта это магнит находящиеся вот здесь при помощи которого можно держать небольшое количество саморезов на корпусе аппарата мелочь а порой бывает необходимо и в принципе это очень удобно возьмем несколько саморезов положили их сюда и мы видим что они четко в принципе держатся и ну небольшое количество можно удержать так ну и хочу подвести итог в использовании этот аппарат у меня всего несколько месяцев и хочу сказать что впечатление неоднозначное от него косяки которые есть на данном аппарате это фонарик светит немного не туда затрудненное переключение передач иногда бывает подклинивание так ну по валу сказать не могу это болезнь это всех аппаратов или именно данного экземпляра но на данном экземпляре все таки вал гуляет это очень неприятно также на мой взгляд ценник данного аппарата очень завышен цена его примерно в районе 7000 примерно за такие же деньги можно взять и другой аппарат например фирмы bosch с такими же примерно характеристиками также с 18 вольтовым аккумулятором но это уже как бы bosch хотя и bosch тоже произведен в китае но все-таки это как бы bosch еще я я так думаю это лично мое мнение для использования в домашних условиях для дома аппарат большеват и тяжеловат для этих целей я бы посоветовал шуруповерт немного поменьше можно взять и не обязательно 18 вольтовый можно взять и 14 вольтовый аккумулятор аппарат с ним в разы меньше и в разы легче что для домашних нужд самое то будет это уже если у вас намного больше работы очень много вы делаете что-то сейчас я покажу вам вот такого аппарата bosch 14 вольтовый аккумулятор мне хватает дома за глаза для домашних нужд этим даже аппаратом я сделал всю крышу на гараже обрешетку присверлил на саморезы покрывал профнастилом все с помощью вот этого вот аппарата очень легкий очень удобный этот аппарат больше немного тяжелее конечно да но повторяюсь для домашних нужд этот аппарат я думаю очень большеват и тяжеловат можно взять немного поменьше задавайте вопросы пишите комментарии постараюсь ответить очень быстро и по существу всем спасибо за просмотр